Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 25 декабря, Православная Церковь совершает память святителя Спиридона, епископа Тримефунского. Святитель Спиридон Тримефунский родился в конце III века на острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось мало. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства он отдавал на нужды ближних и странников. За это Господь вознаградил его даром чудотворения. Он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены в царствовании императора Константина Великого, его хиротонесалево, епископа кипрского города Тримефунта, в сане епископа святитель не изменил своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия. По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях Первого Вселенского Собора. На соборе святитель вступил в состязание с греческим философом, защищавшим Ариеву ересь. После разговора со святым Спиридоном, обратившись к своим друзьям, философ сказал «Слушайте, пока состязание со мною велось посредством доказательств, я выставлял против одних доказательств другие и своим искусством спорить отражал все, что мне представляли. Но когда вместо доказательств от разума из уст этого старца начала исходить какая-то особая сила, доказательства стали бессильные против нее, так как человек не может противиться Богу. Если кто-нибудь из вас может мыслить так же, как я, то да уверует во Христа и вместе со мною да последует за этим старцем, устами которого говорил сам Бог». На том же соборе святитель Спиридон явил против Ариан наглядное доказательство единства во Святой Троице. Он взял в руки кирпич и стиснул его. Мгновенно вышел из него вверх огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Все три стихии, а плинфа, кирпич, одна», сказал тогда святитель Спиридон. «Так и в Пресвятой Троице. Три лица, а божество едино». Святитель с большой любовью заботился о своей пастве. По его молитве засуха сменялась обильным животворящим дождем, а непрерывные дожди ведром, исцелялись больные, изгонялись демоны. Однажды к нему пришла женщина с мертвым ребенком на руках, прося заступничества святого. Помолившись, он вернул младенца к жизни. Мать, потрясенная радостью, упала бездыханной. Но молитва угодника Божия вернула жизнь и матери. Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. По слову святителя, пробуждались мертвые, укращались стихии, сокрушались идолы. Когда в Александрии патриархом был созван собор ради сокрушения идолов и капищ, по молитвам отцов собора, пали все идолы, кроме одного, самого почитаемого. Патриарху в видении было открыто, что идол этот остался для того, чтобы быть сокрушенным святителем Спиридоном Тримефунским. Вызванный собором, святитель сел на корабль, и в тот момент, когда корабль пристал к берегу, и святитель ступил на землю, идол в Александрии со всеми жертвенниками повергся в прах, чем возвестил патриарху и всем епископам приближение святителя Спиридона. Однажды по наступлению Четыридесятницы в его дом постучался странник. Видя, что путник очень утомлен, святой Спиридон сказал дочери, «Обмой-ка ноги этому человеку, да предложи ему поесть». Но ввиду поста не было сделано нужных запасов, ибо святитель вкушал пищу только в определенный день, а впрочие оставался без пищи. Поэтому дочь ответила, что в доме нет ни хлеба, ни муки. Тогда святой Спиридон, извинившись перед гостем, приказал дочери поджарить бывшее в запасе соленое свиное мясо, и, усадив за стол странника, принялся за трапезу, убеждая того человека подражать себе. Когда же последний, называя себя христианином, отказался, тот прибавил, тем менее надобно отказываться, ибо Слово Божие изрекло, «Вся чисто чистым». В праведности и святости прожил святой Спиридон земную жизнь и в молитве предал душу свою Господу около 348 года. В истории церкви святитель Спиридон почитается вместе со святителем Николаем, архиепископом Мерликийском. Мощи его покоятся на острове Корфу в церкви его имени. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Преподобного Ферапонта Манзенского, священномученика Александра, епископа Иерусалимского, мученика-разумника Синезия. Все, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем ки за именинство. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok